Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Да будет свет и звук. В Заречном после капитального ремонта открылся светомузыкальный фонтан. Open Air от ДШИ. Мэр Заречного обсудил с руководством крупнейшего учреждения дополнительного образования детей перспективы развития и новые формы работы. Вот она площадка. Почему нам не приводить здесь традиционные майские какие-то или инструментальные, или певческие события. Самый первый педагог. В России отмечается День воспитателя. Она очень красивая, добрая, хорошая. И еще она много знает. И теперь об этих и других новостях подробнее. Светомузыкальный фонтан у Дворца культуры «Современник» открыт. Капитальный ремонт, пожалуй, главной достопримечательности Заречного длился все лето. Его открытие, планировавшееся на День садов и цветов, не состоялось из-за кражи стройматериалов. Но, несмотря ни на что, ремонт был завершен, и вечером 24 сентября фонтан вновь встретил горожан. Второй день рождения светомузыкального фонтана у Дворца культуры «Современник» отпраздновали всем городом. На церемонию открытия пришли и взрослые, и дети. Практически все лето фонтан не работал, шла его реконструкция. Горожане успели по нему соскучиться. Рады, что фонтан теперь снова работает? Да, очень приятно. Да? Да, очень приятно. А как лето прожили без него вообще? Плохо, не весело. Вообще даже не представляем. Раньше приходили, к фонтану всегда отдыхали, слышали музыку, наслаждались. А вечером какой очень красивый светомузыкальный. Очень музыка красивая, очень красивая. Светомузыкальный фонтан появился в Заречном в 2008 году, к 50-летнему юбилею города. За 7 лет красивая и уютная площадь перед Дворцом культуры «Современник» стала любимым местом отдыха горожан. Многие приходят сюда постоянно. Тебе здесь нравится? Да. А что тебе здесь нравится? То, что здесь можно лазить, и тут фонтан. Здесь чистый воздух, вода для них. Дети очень... У меня мой ребенок очень любит с водой пахаться, поэтому мы рады, что сюда пришла. Очень? В 2015-м фонтан закрыли на реконструкцию. Работы шли все лето. Праздник открытия фонтана должен был стать одним из самых ярких фрагментов фестиваля садов и цветов 12 сентября. Однако эти планы были сорваны. Неизвестные похитили со стройплощадки специальную облицовочную плитку. В срочном порядке пришлось заказывать новые материалы, чтобы в этом году фонтан все-таки порадовал жителей города. В нашем городе есть очень много хороших мест, как мы их называемым, да, артамар. Так вот этот объект, который уже сравнительно долгое время нас радует, он, наверное, один из самых замечательных. Хотел бы сегодня сказать большое спасибо строителям, которые успели до холодов сделать фонтан. Он стал намного лучше и красивее. А как он изменился? Что поменялось? Ну, поменялись узоры на нем. Он стал чище, красивее. Все гости праздника с нетерпением ждали наступления темноты, чтобы увидеть, как фонтан заиграет яркими красками. Сейчас городской светомузыкальный фонтан снова работает, но с наступлением первых осенних холодов его законсервируют. Так что пока на дворе стоит непривычно теплая для конца сентября погода, у зареченцев есть возможность прийти и отдохнуть у обновленного фонтана. Ксения Тризна, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Детская школа искусств Заречного стала крупнейшим учреждением дополнительного образования в городе. В новом учебном году в ДШИ занимаются 1200 детей. Это в полтора раза больше, чем в прошлом сезоне. Школа не только осваивает новые направления деятельности, но и предлагает необычные формы работы. Крупнейшее учреждение дополнительного образования Заречного, детская школа искусств, успешно начала новый учебный год. Этот сезон первый после объединения ДШИ и Центра ЛАД. Глава администрации Заречного Вячеслав Гладков обсудил планы руководства школы на учебный год и перспективные проекты ДШИ. По мнению директора школы искусств Ларисы Сизовой, слияние двух учреждений дополнительного образования не нанесло ущерба деятельности школы. Напротив, ДШИ стала пользоваться еще большей популярностью у детей и их родителей. Все востребованные отделения ЛАД обрели новый дом под крышей детской школы искусств. В этом учебном году воспитанниками ДШИ стали 1200 детей. В полтора раза больше, чем в прошлом году. У нас было своих 10 отделений. Там на базе ЛАД было 6 отделений. Но, как показала жизнь, что жизнеспособными оказались только 3 отделения. То есть отделения, например, театральные, журналистики и хореографические, они не жизнеспособные. То есть не пришло к нам ни одного ребенка. То есть не жизнеспособные, это что значит? Без контингента. То есть с педагогами совместителем. То есть не было постоянных педагогов, да? И не было контингента учащихся. То есть и дети тоже не пришли. И дети тоже не пришли. А вот востребованные отделения заполнены до отказа. В ходе обсуждения перспектив развития ДШИ Вячеслав Гладков поручил рассмотреть возможность развития и других направлений деятельности школы. В частности, механической деревообработки. Два станка пока находятся в бывшем центре ЛАД. Мэр предложил перевести их в соседнее учреждение дополнительного образования, если этот вид деятельности будет востребован. Кроме того, Вячеслав Гладков поручил решить вопрос о переводе циркового отделения детской школы искусств из общего здания молодежно-досугого центра «Ровесник» в смежное с ним помещение. В ходе обсуждения перспектив деятельности ДШИ, педагогами школы было высказано предложение о проведении в сквере Димакова опен-эйров. Это будет какая-то неформальная обстановка, например, какой-то такой майский фестиваль, и сделать его, например, разбить на несколько этапов весны, когда уже будет позволять ландшафт. И это могут приходить мамы с колясками, для них будет, допустим, какая-то игровая музыкальная программа, которая будет направлена на контингент именно младшего дошкольного возраста. И выстроить это на то, какие потребительские спросы есть. Одним из примеров такой формы работы стал недавний флешмоб учеников ДШИ в одном из торговых центров города. Вячеслав Гладков полностью поддержал предложение педагогов. Подпишусь по каждому слову. То есть с большим искусством, детским искусством нужно идти к людям ближе, и не за счет больших дорогих мероприятий, ну, как фестиваль цветов, да. То есть по большому счету мы там деньги только тратили на плату тех преподавателей, которые в этот день работали. А все остальное можно при правильной организации привлечь и частные предприятия, и инициативных жителей. То же самое здесь. Вот она площадка. Почему нам не проводить здесь традиционные майские какие-то или инструментальные, или певческие события, для того, чтобы радовать жителей, пропагандировать большое искусство. Такие концерты на открытом воздухе могут стать большими городскими праздниками, на которых учащиеся ДШИ продемонстрируют все, чему научились за год. А для того, чтобы выпускники детской школы искусств могли продолжить занятия любимым видом творчества, по мнению мэра, необходимо более тесно сотрудничать с Дворцом культуры современник. Молодежь, которая студенческая, уже более взрослая, у которой вот сформировалась здесь потребность играть на инструментах, заниматься изобразительным искусством, петь, она может найти себя и должна найти себя в ДК современник. Именно выпускники ДШИ должны стать новым поколением прославленных коллективу Дворца культуры, таких как Биг Бенд и Оркестр Русских Народных Инструментов. Станислав Корякин, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Заместитель главы администрации Юлия Зубова провела заседание рабочей группы города Заречного по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы. В числе основных задач деятельности группы на 2015 год – уменьшение численности официально неработающих граждан, которые имеют полисы обязательного медицинского страхования, а также увеличение поступления страховых взносов в пенсионный фонд. В ходе заседания собравшиеся обсудили, какие меры необходимо предпринять в рамках межведомственного взаимодействия с учетом полномочий каждой задействованной структуры для решения проблемы легализации теневой занятости в Заречном. Атомные состязания, посвященные юбилею отечественной атомной отрасли, завершаются. Напомню, в течение недели зареченские школьники участвовали в различных спортивных, интеллектуальных, творческих состязаниях. Все они так или иначе были связаны с историей отечественного атомного проекта и его создателями. Предпоследний день атомных состязаний стал, пожалуй, самым захватывающим. Школьники играли в лазер-так. Стадион 221 школы превратился в настоящее поле битвы. В рамках атомных состязаний, которые проходят в Заречном в течение недели, здесь состоялся турнир по современной и очень популярной игре лазер-так. Мы сегодня играем в игру, мы пробуем себя в роли снайперов, в роли, короче, солдат. Ребята из 10 сборных команд из разных школ города вышли на искусственное поле боя, чтобы выяснить, кто более меткий, быстрый, юркий и удачливый. Кто-то уже пробовал себя в этой игре, а кто-то впервые взял оружие в руки. Независимо от результата, довольны остались все. Ребята вместе со своими учителями и наставниками разрабатывали тактику боя, продумывали свои роли и пытались угадать возможные тактики соперника. Кто-то придерживался командной стратегии, а кто-то брал инициативу на себя. Так одним из рекордсменов стал Евгений Хозяинов, совершивший за одну игру более 50 результативных попаданий. Я думаю, что здесь больше было, ну не мое умение, а как бы удача и неграмотный позиционер противника. Потому что мой противник был просто, ну я его видел под определенным углом, а он меня тоже видел, но так как я стрельнул по нему первым, у него после попадания оружие не стреляет. Но я продолжал просто стрелять по нему, не прекращая, и тем самым он даже не мог мне ничем ответить. Ему это, конечно, положительный, хочется, чтобы наша команда была в первой пятерке, чтобы еще раз сыграть. Мне понравилось, потому что на войне, как на войне, почувствовал себя героем. Уже в субботу первые атомные состязания подойдут к концу. Команды продолжают зарабатывать заветные баллы и надеяться на победу. Кто станет чемпионом, узнаем уже в эти выходные. Александр Абаимов, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». 27 сентября в России отмечается общенациональный праздник – День воспитателей и всех дошкольных работников. Он был учрежден по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 году и поддержан авторами многих базовых дошкольных программ, педагогами детских садов и родителями. Идея этого праздника – помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом. «Один день из жизни воспитателя» в материале Елены Степкиной. Рабочий день воспитателя Светланы Бычковой начинается всегда одинаково – со встречи с детьми. Педагогу хватает нескольких секунд, чтобы понять, в каком настроении находится ребенок и спланировать свои дальнейшие действия. Хотя в ее группе малыши почти никогда не грустят, а обижаются всего на несколько минут. Талантливый воспитатель знает подход к каждому подопечному. Она старается сделать так, чтобы всем мальчишкам и девчонкам в группе было комфортно. Чтобы у них в жизни как можно было больше положительных эмоций. Так как они основной промежуток времени проводят именно в наших стенах, я думаю, это первоочередная задача педагога. В дошкольных учреждениях Светлана Александровна работает с 2001 года. Стать воспитателем решила еще в школе, когда в девятом классе выбрала курс педагогики в рамках предпрофильного обучения. Три года знакомилась со специальностью в УПК, затем поступила в Пензенский педагогический колледж и потом прошла обучение в институте. С малышами Светлана Бычкова работает уже 14 лет и за это время ни разу не пожалела о сделанном выборе. Я свою родину очень люблю, я получаю от нее массу положительных эмоций, удовольствий. Я знаю, что я могу научить детей. И самое большее удовольствие заключается в том, что я вижу, как дети открываются на моих занятиях. У нас получаются, я думаю, неплохие результаты с ними. Здесь интересно, здесь здорово, здесь можно себя реализовать. То есть каждый человек в своей жизни, он должен найти себя там, где ему удобно. Мне удобно здесь. Сейчас у Светланы Бычковой 23 воспитанника. Все разные, почти все. У нее в группе три пары близнецов. Но независимо от навыков выполнения заданий, интересов и увлечений, общаться с воспитателем нравится всем малышам. Она веселая, хорошая, требовольливая. Мы там сделаем занятия с ней, с Светланы Александровной. А интересно в детском саду? Угу, очень. Ну, вот здесь, потому что можно здесь сделать занятия всякие интересные или эксперименты. Она очень красивая, добрая, хорошая. И еще она много знает. И она каждый день рассказывает нам о всем новом. Мы больше узнаем. Светлана Александровна творчески подходит к своей работе. Во всяком случае, занятие, где дети учились делать аппликацию, началось совсем необычно. С песни «Крылатые качели». Затем малыши обсудили карусели, на которых можно прокатиться в парке или во дворе. Заодно узнали о мерах безопасности. И потом уже воспитатель предложил малышам создать калаш. Мальчишки и девчонки с удовольствием принялись за непростую работу, изготовление посетителей парка и кабинок аттракционов. И каждый старался выполнить задание на отлично, чтобы его аппликация стала украшением общей работы. Такие интересные занятия в детском саду каждый день. Но помимо обязательных, в списке ежедневных мероприятий и важные события в жизни подопечных. И самое любимое – поздравления с днем рождения. Малыши на перебой сыпят пожеланиями, а потом все вместе с удовольствием кружатся в хороводе. Песня «Театры и музыки. Новое передвижничество» в Заречном открывает десятый сезон. Напомним, что в 2006 году между Министерством культуры Российской Федерации и Госкорпорацией «Русатом» было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и искусства. В рамках нового передвижничества в наш город приезжали всемирно известные музыканты, актеры, художники. Благодаря этому фестивалю закрытые города и, в частности, город Заречный смогли услышать такие имена, как Денис Мацуев, Игорь Бутман, Екатерина Мещетина, солисты Центра оперного пения Галины Вишневской, голос Крипки Страдивари в исполнении Гайка Казазяна, солисты балета Большого театра, театр Гитисы, джаз-бенды и, в общем, очень-очень-очень многие известные имена не только в России, но и во всем мире. На этот раз жители Заречного смогут насладиться виртуозной игрой пианиста, лауреата многочисленных международных конкурсов Юрия Фаворина. Это молодой, но уже титулованный исполнитель. Он окончил Московскую консерваторию по классу одного из самых именитых профессоров мира – Михаила Воскресенского. Сейчас Юрий активно участвует в музыкальной жизни, выступая как с сольными концертами, так и в ансамбле с лучшими симфоническими и камерными оркестрами России, Европы и Японии. В нашем городе Юрий Фаворин представит программу, состоящую из произведений Людвига Ван Бетховена, Ференцилиста, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева. Концерт состоится во Дворце культуры «Современник» 26 сентября в 17 часов. Зареченские школьники вновь получили возможность познакомиться с учебными заведениями Пензы. Весь спектр образовательных услуг областного центра и Заречного был представлен на традиционной ярмарке учебных мест. Куда могут пойти после окончания школы зареченские выпускники и какие профессии выбирает новое поколение, узнала Ксения Тризна. 22 учебных заведения Заречного и Пензы приняли участие в ярмарке ученических мест и образовательных услуг. Презентации для школьников провели в Центре здоровья и досуга. Разнообразный спектр профессий, те профессии, которые востребованы на рынке труда, как нашего города, так и все пензенские области. В основном это, сами видите, и технические профессии, специальности, и специальности, если средний уровень образования, берем рабочую профессию, специальности. На ярмарке были представлены 8 учреждений высшего, 13 начального и среднего и одно дополнительного профессионального образования. Кроме учебных заведений Пензы, здесь были и филиалы московских вузов. Наш вуз, единственный в нашей области и в ближайших городах и регионах, предлагает образование по специальности пожарная безопасность. Выпускникам присуждается квалификация инженер пожарной безопасности. Также приглашаем на такие направления, как сервис нефтегазовом комплексе, тоже очень популярная, бизнес-информатика. Ознакомиться со спектром профессий пришли не только ученики выпускных классов. Восьмиклассники тоже прогулялись по ярмарке. Хотя до окончания школы им еще далеко, ребята уже представляют, в каких сферах будут учиться и работать. Думаю, буду участвовать в сфере бизнеса, а также экономики. Считаю, что она будет самая востребованная в 2016-2019 годах. У меня мама работает на заводе, я бы хотела туда же пойти. Слесарь-сборщик – это сборочный цех, собирает мелкие детали, их изготавляет. И вообще это важно для всех конструкций. Представители учебных заведений рассказали о предлагаемых специальностях, предметах и экзаменах, которые нужны для поступления. Подробно ответили на все вопросы. Каждый школьник получил раздаточные материалы. Они полезны не только мне, но и моим друзьям. Я вообще определилась, где, возможно, буду учиться, но все же посомневаться еще стоит. Участие в ярмарке приняли несколько сотен зареченских школьников. Учебный год только начался, так что время для принятия решения еще есть. Ксения Тризна, Светлана Гордеева, телерадио, компания «Заречный». Подробнее о прошедшей ярмарке ученических мест и о том, куда стоит пойти учиться выпускникам, мы поговорим с директором Центра занятости населения Заречного Людмилой Костроминой. Интервью в студии сразу после рекламы, а пока к другим новостям. В Заречном открылся фестиваль-конкурс под цирковым шатром. Праздник цирка, который в этом году проводится в нашем городе в третий раз, приобрел статус всероссийского. В фестивале приняли участие шесть коллективов из Заречного, Пензы, Самары и Свердловской области. Посмотреть конкурсные выступления можно в субботу с 10 часов, а в воскресенье состоится церемония закрытия фестиваля, награждение коллективов и гала-концерт, в которые войдут лучшие номера. И о спорте. Сегодня стартовал первый этап Кубка России по баскетболу. Игры проходят в семи городах России, в том числе и в Заречном. В группе вместе с баскетбольным клубом «Союз» борются за победу еще три команды. С нашей же лиги команда «Русском мордове» из Саранска и строитель. Хорошо знакомый нам строитель из Энгельса. И также «Автодор-2» с молодежной лиги. Три игры. В круг играем по одной игре. Нужно занять или первое, или второе место, чтобы пройти в следующий раунд Кубка России. Первые матчи уже состоялись. Сыграли «Русском мордове» и строитель из Энгельса. И «Союз» встретился с командой Саратова. В субботу и воскресенье тоже будет организовано по два матча. Все игры пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лесной». 26 сентября соперником «Союза» станет команда «Строитель» из Энгельса. В воскресенье наши баскетболисты сыграют со спортсменами из Саранска. Начало матчей в 18 часов. Продолжим после короткой рекламы. Не переключайтесь. Дом кожи и меха «Лаллый антилоп». Только в наших магазинах. Дубленки от 9900. Норковые шубы от 35000. Улица Московская, 100. Второй этаж. Фонд жилья и ипотеки Заречного. Победитель конкурса «Предприятие года 2014» в номинации «Строительство» предлагает. Просторные и комфортные квартиры с прекрасным видом на Заречный и Пензу, 16-этажном доме на перекрестке улиц Ленина и Зеленой. ФЖИ предоставляет своим покупателям ипотечные займы, а для работников ПО «Старт» и семей с двумя детьми действует программа социальной ипотеки от 9,9% годовых. Телефоны 611-812 и 611-814. ФЖИ. Надежность, стабильность, качество. Проектные декларации размещены на сайте www.zfgi.ru. Занимайте деньги суммом 003. Скорая финансовая помощь – это выгодные условия, низкие процентные ставки, льготы для пенсионеров, досрочное погашение и пересчет процентов 8 800 505 5003. Наш адрес в Заречном, улица Строителей, 11А, бывший магазин «Рябинушка». «Прайм». Магазин электроники твоего города. Поехали! Такси «Марсель» в Заречном. 655-655. Такси «Марсель» спешит к вам, преодолевая любые препятствия. Улетное такси. Грандиозное событие. Только три дня. 25, 26 и 27 сентября. В цирке «Шапито» проводится Всероссийский фестиваль-конкурс циркового искусства под цирковым шатром 2015. Участники конкурса – начинающие звезды циркового искусства. Вас ждут уникальные номера и сюрпризы. Справки и заказ билетов по телефону. 51 98 25 Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях директор Центра занятости населения города Заречного Людмила Костромина. Добрый вечер, Людмила Алексеевна. Добрый вечер. Сегодня завершилась очередная ярмарка вакансий для учеников. Вот скажите, пожалуйста, сколько принимало участие там тех, кто предлагает свои ученические услуги нашим выпускникам, и какие это вузы? Ну, во-первых, это не ярмарка вакансий, а ярмарка учебных ученических мест для наших школьников города, на которые мы пригласили все учебные заведения города Пензы. Принимали участие 22 учебных заведения города Пензы. Это 8 учебных заведений высшего звена, кто высшее образование дает. 13 учебных заведений начального и среднего профобразования, и одно было учебное заведение дополнительного профессионального образования. Мы представляли профессии специальностей разного спектра, которые востребованы на рынке труда, как Пензы, так, скажем так, и нашей России. Ну, посетили ученики 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов. Были приглашены ученики наших школ города. Людмила Алексеевна, вот скажите, пожалуйста, а какие сейчас, если уж говорить о будущем трудоустройстве молодежи и будущем месте обучения молодежи, какие вакансии сейчас наиболее востребованы на рынке труда с перспективы на будущее? Естественно, ребятам нужно будет идти учиться, чем им заниматься. Ну, если брать, скажем так, учеников, кто закончил 9 классов, это одни профессии, допустим, рабочие профессии, которые, как я говорю, это ремесло, которые, как дают обязательно кусок хлеба, с которым можно всегда заработать, такие как газоэлектросварщики, электромонтеры, следствия для различных профилей. Они востребованы на рынке труда, и если, тем более, есть опыт работы, и уже приобретается какой-то разряд, квалификация, то эти профессии, они востребованы всегда. Как правило, граждане с такими профессиями даже к нам и не обращаются, или обращаются в рамках ищущих работы, даже не доводим до статуса безработного. Предлагая сразу вакансию, если есть опыт, и та квалификация, которая требуется работодателю, и он устраивает работодателя, они сразу трудоустраиваются. Это то, что для девочек, медицинская сестра, также очень востребованы швей, кондитеры, повара. Вот тот профиль, который тоже сейчас на рынке труда, он, скажем так, востребован, и те профессии, которые требуются. И мы не можем даже найти и заполнить вакансии по данным вакансиям. И пензенские учебные заведения предоставляют такую возможность? Представляют, да, это многопрофильный колледж, он, скажем так, у него разные отделения есть. Там есть отделения и машиностроения, и металлообработка. Есть то, что касаемо бытовой обслуживания для девочек, профессии, специальности. Были приглашены также базовый медицинский колледж, пензенский медицинский колледж. То, что востребовано, скажем так, я так думаю, что медицинская сестра в почете и всегда будет востребована на рынке труда, а не требуются такие профессии, специальности. То же самое, парикмахеры, маникюр, педикюр, то, что для девочек. Это бьюти-профи, это пензенский техникум сферы работы услуг, там и закройщики. И швей обучаются на их базе. Неплохие базы, хорошие базы для получения профессии и специальности после окончания, допустим, так, девятого класса. А если говорить о высших учебных заведениях? О высших учебных заведениях, ну это наши монстры. Пензенский государственный университет, телехозакадемия, пензенский институт, строительный институт, как это тоже академия уже сейчас называется. Технологический институт, наш здесь ЗТИ, филиал технологического университета. Поэтому все наши, скажем так, монстры, которые дают высшее образование, все были представлены. Все давали консультации, полную, так скажем так, информацию о своих профессиях, на которых они обучают школьников. Правила поступления в ВУЗы. Ну, в общем, если коммерческие отделения, то стоимости. В общем, вся полная информация, если детей интересовала, они могли ее получить и получили. И вот вы говорили о востребованности рабочих специальностей, а кто востребован из тех, кто заканчивает высшее учебное заведение? Экономисты-менеджеры, юристы? Вы знаете, хочется сказать, вообще на выбор профессии в основном по анкетированию, по опросу как школьников, так и родителей влияют родители. Конечно, папа-мама хочет видеть своего чада экономистом неименьшим, понятно, там, белым воротничком, юристом, да. Но сейчас немножко рынок труда, он изменился даже по сравнению за эти последние пять лет. Снова промышленный кластер стал развиваться, строительный кластер развивается, поэтому инженеры-строители, инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, уже в таких направлениях они востребованы. Востребованы. И вот если, скажем так, школьник, он пошел уже по стезе вот именно по такой технической, то работу, работу эти школьники, уже даже студенты, закончивые институт, они уже находят. Поэтому нужно и родителям обратить внимание, конечно, на выбор профессии. Говорю, больше 80% на выбор профессии и куда поступает ребенок, это, конечно, мнение родителей. И все-таки востребованы больше технические специальности. Больше технические профессии. Хочется сказать, что востребованы то, что касается, если смотреть еще такие вот профессии, врачи. Врачи разных профилей тоже. Вакансии в городе у нас есть, вакансии есть не только в нашем городе, но и в областном центре. Врачи востребованы. Людмила Алексеевна, а если говорить о работе с молодежью, еще продолжая эту беседу, уже в другом несколько ракурсе, хотелось бы спросить у вас о трудоустройстве школьников. В летний период как прошла вот эта вот кампания по трудоустройству школьников в летний период и будут ли предоставляться какие-то рабочие места школьникам уже в течение учебного года? Ну, ситуация такая, что, слава богу, летняя кампания трудовая закончилась, закончилась она хорошо. Еще мы считаем, итоги уже предварительные подвели, 454 подростка, они были трудоустроены на 16 предприятиях нашего города, ну, практически равномерно, где-то 181 подросток в июне, там 183 в июле и там остальные в августе. Предприятия города нашего подошли работодатели и руководители очень серьезно к этой проблеме трудоустройства подростков. На многих предприятиях были выделены бригадиры, которые следили за порядком работы школьников, чтобы там они никуда и руку не запихали, скажем так, и трудовой процесс у них там был налажен правильно. И простой поменьше было, чтобы работа была для школьников интересная и в рамках тех норм, которые положено их нагружать. Ну, я хочу сказать, что трудовое лето, оно прошло, и прошло оно неплохо. — Ребята получили уже заработную плату. Вот скажите, пожалуйста, какой наиболее, скажем так, высокий оклад или высокое денежное содержание предлагали наши предприятия? Ведь кто-то доплачивал из своих средств, да? То есть сколько ребенок мог заработать вот за период трудоустройства своего? — Вообще, даже по законодательству, что зарплата ребенка складывается, так как они работают у нас 4 часа ежедневно, и рабочая неделя была 5-дневно установлена уже трудовыми договорами и постановлением главы администрации нашего города, то зарплата, она складывается из двух частей. И зарплата работодателя, и доплата центра занятости. Вот сразу скажу про доплату. Доплата центра занятости, она установлена тоже законодательно. Положение представления, скажем так, питательной поддержки, она в размере 1275 рублей. Это чистые деньги, они не облагаются никакими налогами. Это денежное средство перечисляется ребенку сразу на сберегательную книжку или на его сберегательную карту. При условии, если он отработал целый полный трудовой, скажем, этот рабочий месяц, если какие-то были пропуски, то, конечно, пропорционально уже эти деньги складываются. То, что касается основной зарплаты, это деньги платились из средств работодателей. Деньги должны быть не меньше половины минимальной на плату труда. Это примерно около 3000 рублей. — То есть порядка 5000 школьник мог заработать? — Ну, примерно, там, 4 с копейками они заработали, потому что уже заработная плата берется под доходом, там, налогом, там уже это облагается, эта сумма. Поэтому дети у нас получали 400 небольших тысяч за 4 часа работы. Это неплохие деньги. Скажем так, хочу сказать, что работа все равно подбиралась подростку в соответствии с его и возрастом, и навыками. — Ну, понятно, там уже труд неквалифицированный, и подростки это неквалифицированные рабочие. — И такими доработанными, скажем так, ломные, что-то еще, конечно, в руки им не давали. Но все равно детям давалась работа, которая была полезна, которая приносила какие-то результаты, и школьники работали. — Ну, а так, если для сравнения, получается, что за полный рабочий месяц, если взрослый бы человек работал, неквалифицированный труд абсолютно, без какой бы то ни было подготовки, это получается порядка 9 тысяч, да? — Ну, будет 8 с небольшими тысячами. Это неплохая заработная плата, да. — И вопрос, на который вы еще пока не успели ответить, это по трудоустройству школьников в течение учебного года. Планируется ли это или нет уже, и все закончилось? — Вы знаете, нам бы хотелось очень, чтобы дети работали не только в течение летнего периода, но и в течение всего школьного, скажем так, во время свободного от учебы. Но вот на сегодняшний день заявок от работодателей на вот именно такие трудовые мероприятия пока не поступали. Все равно это связано немножко и с, скажем так, с жатым периодом их трудоустройства в течение этого периода, да, да, да. Но все равно вопросы будем рассматривать. Может быть, какие-то индивидуальные, то будем уже смотреть. Если будут заявки от работодателей поступать, то мы, конечно, будем детей трудоустраивать. Ну, еще хочется сказать, что лето закончилось, но мы уже начинаем думать о будущем трудоустройстве. — Да, вот я только хотел спросить, планируете ли вы уже на будущее? — В декабре месяце мы начинаем рассылать письма работодателям о том, что их возможности организации рабочих мест на следующий год, о количестве этих рабочих мест, о видах деятельности, снова о зарплате, какую они могут, допустим, предложить школьникам. И, конечно, уже к декабре месяце мы всю эту информацию снова систематизируем, возьмем информацию в департамент образования о желающих, о тех, допустим, списочниках, которых, скажем, необходимо трудоустраивать на летний период. Поэтому уже все равно, уже к январю месяце мы будем готовы уже к новой летней кампании. — Ну что ж, удачи вам в проведении новой летней кампании по трудоустройству подростков и вашей повседневной работе. Спасибо вам большое за участие в нашей программе и всего вам доброго. — Спасибо. — Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. И вам всего доброго. Я прощаюсь с вами. До встречи на канале «Заречный» и удачных вам выходных. Спонсор прогноза погоды – компания «Ремстрой». Почти в каждом доме Пензы установлены пластиковые окна компании «Ремстрой». Натяжные потолки – это модно, стильно и практично. Кондиционеры компании «Ремстрой». Приятная прохлада в летний жаркий день. Идеальная защита от солнца. Вертикальные и горизонтальные жалюзи. Компания «Ремстрой». Телефон 232-232. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин